Добрый день! Буквально камнем вниз позапрошлую пятницу на фоне американской статистики по занятости, расстроившей инвесторов. Во вторник рынок испытал новую волну покупок при возвращении трейдеров после пасхальных праздников. Несмотря на слабые данные по созданию рабочих мест, еженедельные данные по количеству заявок на пособие по безработице продолжают внушать оптимизм. Очередной отчет, опубликованный в прошлый четверг, не стал исключением, оказавшись лучше прогнозов. Кроме того, ралли доллара подкрепила публикация протокола мартовской встречи Федеральной резервной системы, который показал, что несколько представителей Центробанка выступают за повышение основной процентной ставки уже в июне. В пятницу евро упал до отметки 1,0603, самого низкого уровня с момента предшествующего мартовскому заседанию ФРС. По итогам недели доллар США укрепился на 2,6% по отношению к евро, записав на свой счет первонедельный прирост за четыре недели. Индекс американской валюты, отражающий ее положение относительно корзины из шести главных валют, вырос на 0,2% до 99,35 пункта. За неделю индикатор прибавил около 1,8%. Кроме того, отдельно отметим падение фунта стерлингов, наблюдавшиеся в четверг и в пятницу. В пятницу котировка пары GBPUSD коснулась пятилетнего минимума 1,4633, а за неделю британец потерял 286 пунктов. Фунт начал снижаться на опасениях вокруг стабильности британской экономики в четверг. В пятницу слабый отчет по объему промышленного производства Великобритании вызвал еще одну волну распродаж британского фунта. Это все движение котировок на валютном рынке. Спасибо за обзор валютных пар, Екатерина. Пожалуйста, Марина. А какие настроения преобладали среди инвесторов на товарном рынке? Нефть и золото росли в цене. И что же способствовало повышению? События вокруг Ирана сильно волнуют нефтяных инвесторов в последнее время, вызывая резкие колебания курсов. В то же время ралли золота сдерживалось укреплением позиций доллара США. Фьючерсы на нефть завершили неделю сильных колебаний с повышением в пятницу, поскольку улеглись опасения, что ядерная сделка с Ираном может привести к перенасыщению рынка сырой нефти. Нефтяные фьючерсы WTI достигали сессионных максимумов после сообщения об очередном сокращении количества буровых вышек в США. Майские контракты на нефть WTI выросли в цене на 85 центов, закрывшись на уровне 51,64 доллара за баррель. За неделю котировки поднялись на 5,1%. И это учитывая тот факт, что в среду цены обвалились на 6% из-за резкого увеличения складских запасов черного золота в США. Котировки Brent в Лондоне в пятницу повысились на 1,30 доллара до 57,87 доллара за баррель. По итогам недели прибавив 5,3%. Тем временем фьючерсы на золото росли, однако ралли драгоценного металла сдерживалось с сильным долларом и неопределенностью в отношении сроков повышения ставки ФРС. Фьючерсы на золото с поставкой в июне в ходе торгов на Комекс подорожали на 11 долларов, завершив сессию на отметке в 1,204,60 доллара за унцию с недельным приростом в 0,3%. Марина, спасибо за обзор товарных рынков. Пожалуйста, Екатерина. Вы смотрели недельный обзор валютного и товарного рынков на канале ИнстаФорекс ТВ. С вами были мы, Екатерина Недачина и Марина Генералова. Всего доброго, до свидания. До свидания.